Аминь. Тихо всякое, датья благо, и всегда в свыше исходя из Тебя, со света, и без славы, и благодарения, и посланения, послеваем Отцом, и Синую и Святому Духу ныне принес, и в Олимпий веков. Аминь. Благословение Господне на вас, дугу благодатью человека любим, всегда ныне пресновим веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, мухование наше, слава Тебе. Слава Тебе, Сыне и Святому Духу ныне пресновим веки веков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Воскресе из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами причисленной Матери, святых славных и всеквальных апостолов, и святаго, пророка, претете, и крестителя Господня Иоанна, Его же и память мы не совершаем, святых праведный Бог, отец Аким Иоанна, и святых и живосвятых, отца нашего Иоанна, архиепископ Красотина Борского Златоуслова, и всех святых. Помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоуслова о крещении. Оно называется не одним наименованием, но многими и различными. Так это очищение называется баней покебытия. Спас нас, говорит апостол, баню возрождения и обновления святым духом. Послание Титу, 3 глава. Называется просвещением, как называет его опять Павел. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Послание к евреям, 10 глава. Называется крещением. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Послание к Галатам, 3 глава. Называется и погребением. Мы погреблись с ним, говорит крещением, смерть. Кремленам, 6 глава. Называется и обрезанием. В нем бы и обрезано обрезанием нерукотворенным. С облечением греховного тела плоти. Обрезанием христовым. Колосином, послание 2 глава. Называется и крестом. Ветхи наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Кремленам, 6 глава. Есть общее всем людям омовение посредством бань, которая обыкновенно омывает нечистоту телесную. Есть омовение иудейское, которое, хотя важнее первого, но гораздо ниже благодатного. Так как и оно омывает нечистоту телесную, но не только телесную, а и зависящую от немощной совести. Есть много вещей, которые по свойству своему не нечисты, но становятся нечистыми от немощной совести. Как в отношении к детям, маске и прочее пугалище, которые по свойству своему не страшны, кажутся детям страшными по слабости их естества. Так и в отношении к тому, о чем я сказал. Например, прикосновение к мертвым телам по свойству своему не нечисто. Но когда оно случится с человеком немощной совести, то делает прикоснувшегося нечистым. Что это дело по свойству своему не нечисто, показал сам учредитель закона Моисей, который нес с собой мертвого Иосифа, и однако остался чистым. Посему и Павел, рассуждая о такой нечистоте, происходящей не от природы, а от немощной совести, говорит так. «Нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». В послании к римлянам 14 глава. «Видишь ли, что нечистота происходит не от свойства вещей, а от немощи, помышлений?» «Развратник ли кто или блудник, или дослужитель, или сделал какое-либо другое зло, хотя бы даже он соединил в себе все человеческие пороки, Но если он войдет в водную купель, то выйдет из этих божественных струй чище лучей солнечных. А чтобы ты не считал сказанного преувеличением, послушай Павла, который говорит о силе этой купели. «Не обманывайтесь, ни блудники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни малайки, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни чищники. Царствие Божие не наследует» 1 Коринфянам 6 глава. «Но как это, скажешь, относится к вышесказанному?» Требуется показать, очищает ли все это сила купели. Выслушай же дальнейшее. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» 6 глава 1 Коринфянам. «Мы обещали вам показать, что входящие в эту купель очищаются от всякой порочности, но и речь наша показала большее, то есть, что они делаются не только чистыми, но и святыми, и праведными. Он не только сказал «омылись», но также «осветились» и «оправдались». Таково человеколюбие божественного дара. Он делает праведными и без усилий. Если указ царя, написанный в немногих словах, отпускает на свободу виновных в бесчисленных преступлениях, а других возводит на высочайшую степень почести, то тем более Святой Дух Божий Всемогущий может избавить нас от всякого зла и даровать нам великую праведность и исполнить нас великого дерзновения. И как искра, упавшая в необъятное море, тотчас угасает и поглощенная множеством воды становится невидимой, так и вся человеческая порочность, погружаясь в купель, божественного источника потопляется и исчезает скорее и легче той искры. Если же эта купель отпускает все наши грехи, то почему, скажешь, она называется не купелью отпущения грехов или купелью очищения, но баней возрождения? Это потому, что она не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от пререшений, но делает это так, что мы как бы вновь рождаемся. Аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо.